Ну что ж, 729-3357 наш телефон, присоединяйтесь, если есть вопросы, и послушаем, что привез из путешествия. Итак, вот я к этим самым пластмассовым коровам отношусь, и вот название этого текста, оно такое, нашествие пластмассовых коров. А дальше это только сюжет предполагаемого романа, повести, а может быть, рассказа, в написании которого каждый из вас может участвовать. И так я быстренько. Да, потом это может быть поводом для размышления. Да, война июнь 1941 года. На территории Белоруссии находится детский дом для умственно отсталых детей. Дом расположен в Глухомане, вокруг непроходимые леса. Этих несчастных детей все забыли. Директор детдома уехал под каким-то предлогом, забрав с собой на грузовике почти все продукты. Остались только двое, молодая медсестра и стопник, который, спасаясь от московских репрессий, бежал в эту Глухомань. Он интеллигентен и хорошо образован. Между иступником и провинциальной медсестрой не складывается отношение. Между ними целая социальная пропасть. Однако перед ними теперь стоит огромная, почти невыполнимая задача – довести этих несчастных и брошенных всеми детей до безопасного места. Транспорта нет. Директор забрал его с собой. Немцы повсюду. Приказ Гитлера очень прост. Умственно отсталые Третьему Рейху не нужны даже в качестве рабов. Здесь можно дать справку о том, что на территории самой Германии по отношению к умственно отсталым применялась смертельная инъекция. Это была забота о здоровье нации. Что уж говорить о каких-то славянских выродках, от которых отказались даже родители. Дети всех возрастов. Все диагнозы. От церебрального паралича до даунов. У двух молодых людей есть дилемма. Бросить все и бежать, как это сделал директор. Или все-таки взвалить на себя груз ответственности. Молодой человек собирается бежать. Почему? А потому что он молод. Он считает, что эти дауны все равно не проживут дальше 20 лет или более того. А ему самому хочется жить. И парень бежит из детдома. Спасайся кто может. Каждый за себя. И вот девушка остается одна. Почему она остается одна? А у нее какое-то чувство материнства. Она не может бросить этих детей. Ей помогают дауны, как самые старшие. Они жмутся. У них одинаковые лица и одинаково добрые души. Это вообще говоря невинные. Здесь возникает идея, кому принадлежит царство Божие. И дальше. А в это время карательные отряды фашистов занимают одну деревню за другой. И вот один из этих карателей вспоминает об этом детдоме. Собирается вести туда свой отряд. И, в общем-то, им не дают транспорт, потому что все занято. И они идут туда пешком, что задерживает расправу. А вообще-то он хочет еще и с этой вот медсестрой разобраться. Больно она, так сказать, ему понравилась. И вот убежавший Стопник натыкается на этот карательный отряд. Они его не замечают. Они идут пешком. И Стопник, молодой парень, возвращается в детдом, чтобы предупредить надвигающейся опасности. Когда он прибегает в детдом, видит, что он пуст. Куда девались все? Где больные дети? Тогда парень решается дождаться карателей, представить себя как человека, сочувствующего нового режиму, стать их союзником, чтобы те ушли, чтобы за их бдительность усыпить, а самому потом найти. Они где-то поблизости, далеко уйти не могли. Вот так решает парень. Но карателей так просто не проведешь. Они начинают его пытать, потому что им лень лазить здесь по лесам. Они пытают его достаточно жестоко. Это, так сказать, все понятно. Это из истории нам понятно. Каратели не верят и Стопнику. Его избивают, его мучают, его калечат. И потом, так сказать, под конец бросают в подвал. Изувеченного Стопника бросают в подвал. И, наконец, вдруг ночью его лба касается детская ладошка. И он видит, что на него смотрит лицо Дауна. За этим появляется медсестра. Потом появляются другие дети. Приносят этих самых несчастных младенцев. Он удивляется, откуда они взялись. Медсестра смотрит на него, как на сумасшедшего. Она говорит, что все в порядке. Что утро, надо дожить до рассвета. Что надо просто дожить до рассвета. Потом они спрятались здесь в подвале. Парень недоумевает. Все обыскали, где они были. Ну, вот так они спрятались. И вот утром они пойдут. Пойдут вместе. Главное дожить до рассвета. И парень начинает в это верить. Вечером им кажется, что приезжает грузовик и забирает всех карателей на другое занятие. И утром они выходят. И, как им кажется, идут к спасению. И больше их никто не видит. А по дороге им попадается еще странный пастух, который ведет стадо. Это известный был факт. Это дед моего друга, который выводил из этих же мест целое колхозное стадо. И эти коровы поят этих детей, смотрят на них, как на своих телят. У детей этих появляется первая материнская забота в виде коров. Тут сразу все вспоминается. И вот выбираются они из подвала, проходят неизвестно куда. А вот этот вот самый молчаливый пастух при этом лишь улыбается в свою густую бороду, явно довольный всем происходящим. И вот дальше. Реальность. Медсестра и весь состав детдома были расстреляны недалеко на лесной полянке, когда они случайно наткнулись на взвод немецких мотоциклистов. Их расстреляли ради забавы, веселясь тому, как смешно пытались скрыться от пуль паралитики. А дауны с несвойственной им злобой бросались грудью на пулеметы. Девушку сначала изнасиловали под звуки губной гармошки, а потом уже закололи штыком. Все это произошло почти сразу, как только парень покинул этот дом скорби, эту ее доль страданий, оставив больных детей на произвол судьбы. Самого изуроданного пытками парня в спешке убили прямо в подвале, когда действительно за пьяными карателями приехал грузовик, чтобы перебросить полицаев на более важное задание. Но у этой истории оказался еще один неожиданный свидетель, немецкий, в будущем немецкий пастор. Как только взвод мотоциклистов после совершенной имя экзекуции вырулил на лесную дорогу, то впереди немцы сразу же увидели и странного пастуха, и его не менее странное стадо. Пастух поднял свой кнут, будто собираясь им щелкнуть, и сразу две тупые немецкие головы в шлемах и очках от ветра слетели с плеч первых боевых бравых вояк, которые только что вместе со всеми одержали славную, в кавычках, победу над убогими. Когда другие их товарищи взялись было за оружие, то в дело пошли быки из полины, все сплошь белого цвета. Ни одна пуля не могла причинить ему вреда. В святой ярости своей быки топтали мотоциклистов с их ставшими ненужными мотоциклами и пулеметами, нанося смертельные удары свои в область живота, туда, где у солдат Рейха располагалась пряжка с надписью на немецком «С нами Бог». И людишки взрывались внутренностями и кровью, как взрываются испорченные консервы, когда втыкаешь в них силой нож. «Уцелел в этой бойне лишь один молоденький солдатик. Казалось быки просто не обратили на него внимания, а солдатик сидел в кустах и с ужасом смотрел на происходящее. Ибо сказано в откровении Иоанна Богослова «Иди и смотри». Потом его дрожащего и посидевшего как лунь нашли уже другие солдаты вермахта. Расспрашивая несчастного, командование так и не смогло понять, что же произошло. Тесущийся солдатик лишь бормотал нечто о высоком ангельском чине да о зверях апокалипсиса и о каком-то пастыре. Диагноз был один – сумасшествие. Солдатика немедленно отправили назад в Германию. Тогда в самом начале восточной кампании ему никто не завидовал. Перспективы казались самыми радужными и все хотели показать себя героями. А солдатик выкрикивал своим соотечественникам лишь бессмысленные цитаты из апокалипсиса. От смертельной инъекции солдатика спасла церковь. Сначала за безукоризненное знание Библии его определили в служке, а затем и в пасторе литеранской церкви. Так он и выжил. Его хобби стало коллекционирование различных изваяний коров. Собралось таким образом приличное стадо. Дети пастора, когда выросли, стали членами Европарламента. Говорят, что именно им принадлежала идея своеобразного нашествия на все европейские столицы огромных стад пластмассовых коров. Эти коровы оказались повсюду и на остановках муниципального транспорта, и у входа в церковь, и на центральных улицах. Акция не смогла осуществиться, достойно лишь в Москве. Боялись ответной волны вандализма со стороны населения, победившего фашизм. Какая история страшная. Продолжение следует...